горячий привет друзья товарищи вновь с вами канал покемоша лайф где мы рассказываем о поездах и не только знаете этим роликом мы открываем новую рубрику название которой предлагаем придумать именно вам а пока пусть она называется те ламповые времена ну по аналогии с прекрасным каналом живые прежние времена напишите после просмотра ролика если придумаете свое название в комментах может его сделаем основным спасибо что за рубрика спросит нетерпеливый джентльмен вот смотрите мы берем некий артефакт из прошлого который в силу ряда причин имеет эмоциональный отклик в нашей душе и вместе с вами знакомимся с ним вспоминая было и а зрители не заставший союз тоже не прогадают они смогут увидеть его с необычного ракурса ностальгируя может быть даже пуская скупую слезу мы на время забываем о трудностях настоящего времени как-то так погнали тарам это эксклюзивное издание альбом локомотивного депо горький сортировочный изданный к юбилею 1986 года он был сделан весьма ограниченным тиражом и мне когда я был еще маленький отец работник депо притаранил вот этот артефакт давайте же посмотрим что он из себя представляет тем более прошло уже 36 лет настоящий раритет итак смотрите альбом открывается пространной статьей выполненной каллиграфическим почерком для нас интересно то что все это сделано своими руками никаких компьютеров понятно в депо тогда не было доповской художник брал в руки специальную перьевую ручку тушь и от руки выводил все вот эти вензеля а теперь представьте сколько альбомов было выпущено как минимум несколько десятков которые разошлись среди коллектива и в каждом из этих альбомов приходилось вручную все эти буквы выводить просто потрясающе ну давайте посмотрим что тут дальше смотрите фотографии сделаны каждый на отдельном листе фотобумаги тогда это было обычное явление на первой фоточке можно видеть макет локомотивного депо образца 1936 года понятно что реальных снимков скорее всего не сохранилась тем не на макете можно наблюдать цеха административное здание котелка вроде как какая-то еще винтиклюшка а вот депо времен нашего детства я любил тогда после школы ходить в это депо к отцу который там работал помню что вот здесь был цех тр-3 электровозов впрочем он сейчас сохранился а здесь был наряд депо сейчас на другом месте и на втором этаже техническая библиотека одно из любимых мест где я проводил время дорожка который идет к столовке вот сюда будет столовая это по ходу локомотивной бригады дежурный увазик который возит локомотивщиков и смотрите какие раритеты тепловоз 2т 10л вот здесь тепловоз чем и 2 и наконец электровоз вл-80с плохо видно поэтому давайте я поднесу фотографию вот так обалденные раритетные фото ага но здесь социальная сфера в таких бараках жили семьи зачинатели истории депо домик это сделан из спичек а вот это уже вполне для тех лет современные дома и до сих пор они сохранились с этой стороны конно-спортивная школа ладно домики хорошо вам интересен само депо здесь начинал биографии механический цех это токарное отделение она и сейчас существует и по моему чуть не на тех же станках а это автоматчики вот она жизнь советском союзе смотрите спорт 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 всякие кубки виды по проводила соревнования среди своих работников всякие победители какие-то лучшие работники дедушка ленин вот ребята они ремонтировали тормозные короны компрессора но и прочее пневматическое оборудование пошли парики вот друзья мои я хочу сказать что эти паровозы на самом деле были сделаны тоже своими руками первоклассными моделистами можно сказать самородками эти машины выполнены в масштабе не соврать бы один к двадцати может быть или один пятнадцати и у них представьте себе двигается даже весь кривошипный шатонный механизм просто потрясающая работа сейчас их можно увидеть в музее узла горьки сортировочной я думаю что мы будем их укладывать постепенно в наш телеграм-канал так это кран пока 6 у нас на канале кстати есть ролик про сборку этого крана здесь похоже это шалана для угля ну тут платформа эта модель а вот цех и этот цех тр-2 электровозов когда работал депо 60-ки уже здесь почти не стояли редкий раз когда попадались в основном здесь были в 80s вот была такая смотрите лесенка но я ее не застал а вот это похоже об . колесных пар станок к g20 и все такое этот второй путь на него загоняли локомотив и специально работник обтачивал колесные пары локомотивов колесно-тележечный цех да 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 вот круто это вот тоже современные фотографии вон стоит в 80s я здесь часто любил тоже ходить ну когда шел к отцу в гости и все время смотрел какие тут стоят электровоза было круто здесь уже ведь разбирает тележки там тяга двигателя электромашины ну и так далее а вот еще одна модель этих уникальных моделистов которые работают депо но еще в конце 80-х кстати у них светятся даже буферные фонари прожекторы из освещения будки машинистами все такое идем дальше и пошли уже тепловозики тут художник до павской походу не очень шарит смотрите я вспомнил здесь даже быть буков как и еще да но тепловоз электрической передачей соответственно с чмухами тоже и вот это лично я брал тоже тушь перышкой вот сам буковку его в отдел но здесь был промежуток между буквой м и цифрами 2 и 3 так но смотрите чмуха 2884 не знаю работает она еще или нет а вот восьмидесяточка стоит одна из моих любимых фоточек был 60 на участке вязать и горький шахуни 62 года это вот обдувка вот в то время в депо еще работала обдувка но когда это фотографировали понятно когда я работал депо обдувка уже не работала то есть сюда сгоняя электровоз у даже мойка была не этот электровоз таким от валиками ну как потом фильме например блянта в рука валиками его мыли обдували там всю пыль с этих шина так долина на ремонт сгонять это 55 путь вот видите восьмидесяточки станет зеленые все еще были зеленые хотя уже попадались и синие в то время ну какая краска была такой красили тогда не заморачивались над этим электромашины цех вот видите оглогенераторы считалось там так нормально работать электромашину пионерский лагерь зеленые дубки отдыхал я здесь это вот старый корпус здесь жили четвертый пятый отряда это уже три новых корпуса здесь были 1 2 3 отряды ну на самом деле лагерь такой себе теплицу помню но чтобы были свои овощи оттуда но у нас видимо уже этого не было день нептона ну чё-то такое проходило помню была эта речка где купаться можно было только стоя по колено за орнице любимой военной горы школьников ну не знаю но у нас тоже проходило так себе ладно где там депо вот она введен в строй новый аппаратный цех это вот рядом с цехом тр-3 электровоза там еще и такой закуток и вот я помню здесь ремонтировали каган электровозный контроллер главный там еще рядышком бса блоки силовых аппаратов ну и так далее это уже тепловозный цех и вот он артефакт смотрите друзья мои тепловоз 2-10 м наверное машинное отделение теплой промывки без огневой заправки паровозов переборудован под скоростями разделение вот это я помню но до сих пор работает этот цех кип один из самых таких крутых цехов ну тогда по крайней мере был после парной а русский чай не знаю когда я работал депо такой штучки никогда не видел может быть было там для кого-то ну окей идем дальше со дня рождения владимир ильича ленина и что площадь сохранилась а памятника нету тут он даже трибуна было какие-то люди на трибуне ну нет сейчас вот эта площадь уже не в таком состоянии конечно вот этот памятник остался до его поддерживают а до хлядник но те кто с нами ездит в ртс и знает снаторий профилактория здоровья вот такие стульчики советские на этот оттуда фотографии там же не только отдыхает ищи и лечится грязи лечебница там ангаляция в пошли самые крутые фотки друзья мои новые здания это скорее всего в одиночной выкладка да вот это здание снаружи это вот она внутри там проход и как раз цех тараник проходить еще можно его для меня тогдашнего школьника было всех прикольнее смотреть на номера этих электровозов запоминать которого здесь вот есть я видел в реале ему вообще это круто 1496 смотрите 1277 чему так и 2т 10 вот мощный тепловоз 2т 10 в 78 года смотрите то ли 45 89 то ли 43 89 вот тут не то не точно но еще вышка сейчас выжег уже не осталось а тогда это было круто классно а столовка и дом отдыха то тут покушать люди потом через крытый переход могли идти уже в дом отдыхать не спали перед обратной поездкой но локомотив щеки к тепловозную цеху пристроили отделение примут холодильников смотреть еще он дедушка ленин там все такое да все было те лампа времена друзья мои о это птпт тут топливозаправка там а вот там столярка была еще отдельная тепловоз 2т 10 тем песка сушилка здесь вот эти бункера песочные и вот отсюда песок уже поступал на локомотив вот еще смотрите 1343 тоже крутая фоточка ведь еще 80 к это как раскрытый цех птп у лейтер еще стоит линейка сейчас эту цеху уже нету уже вы сломали в самые любимые фотка в 80s смотрите с 82 года происходит замена парка на боли этой машины вот она видите какая тоже сфоткали в какую-то грязную машину классно классно но это музыкалка так дальше вот r1 я тут работал помню и вот они тоже видите номера можно было смотреть 1246 а там четырнадцать четыреста шестьдесят третий главный переход здесь вот касса день зарплату здесь платили начато строительство нового цеха а вот что за цех я кстати так и не знаю друзья но тут он видно чемодва тепловоз 2t 2t 10 м или в наверное до бассейна бассейн да да он там ведь сейчас до сих пор существует а вот что за цех я вообще не знаю построили ли его нет похоже крайне фоточка да да это крайне фоточка вот такой интересный артефакт ребята которые мы сумели найти 36 лет назад было издан этот альбом ограниченным тиражом именно для локомотив на дырку горький сортировочный друзья товарищи первый ролик из серии те ламповые времена почти завершён нам очень важна обратная связь с вами нашими зрителями напишите понравилось ли вам и если можете ставьте свои пять копеек к этой теме подписывайтесь на наш канал есть также телеграм-канал с тем же названием покемоши лайф и еще мы планируем создать канал на яндекс зене с тем же названием покемоши лайф подписывайтесь и туда пожалуйста жмякайте лайк или дис ждем ваше предложение по названию благодарны тем кто поддерживает канал материально всем спасибо за просмотр всем удачи и до новых видео